Аймани Кадыров Это первая жена Медни, с которой у него 14 детей. Как и на этом снимке. Сыновья, дочери Кадырова, а также его официальная жена. Судьбы, во всем устанавливаем, что я нашел свою половинку в лице Медним усвоем. В 2021 году благодаря санкциям США стало известно, что Кадыров многоженец. По информации издания, это уроженка чеченского села Махкеты, Фатима Хазуева. Мы начали писать местным, спрашивать жителей ее села. Они нам просто в один голос заявили, на вопрос, кто это, знают ли они, кто это, что это жена главы, это жена Рамзана Кадырова. Это там вообще, я так понимаю, даже не скрывается. Знакомство их было, как в дешевой мелодраме. На конкурсе красоты в современной Чечне. В 2006 году, где 15-летняя Хазуева заняла даже не первое, а второе место. Так же сложилась ее судьба и в семье чеченского диктатора. Увидели бы разных людей у нас. И без платков, и в коротких юбках, и это, и другое. Это обычный регион Российской Федерации. Обычный город. Один город, один из городов, там, так называем, нашего государства. Это был первый и последний конкурс красоты. После их никогда не проводили в Чечне. Не хватало, чтобы они еще купали, как ходили. Несмотря на то, что формально конкурс проходил по исламским канонам, отбор был самым обычным для таких мероприятий. Рост от 170 сантиметров, возраст не старше 25-ти. Девушки пели, танцевали, готовили. Уверяли жюри в любви к республике и набожности. А Фатиму Кадыров скрывал ото всех. Даже Первый канал удалил репортаж 2006 года «Краса Чечни-2006», в котором фигурировала Фатима. Судьбы всех трех призерок сложились благополучно. Особенно Фатимы. Той самый, чей строгий отец запрещал позировать в купальнике. Позже она завоевала титул «Мисс Кавказ», а потом, по словам наших собеседников, стала второй женой Рамзана Кадырова. Со всеми полагающимися этому атрибутами. Роскошными домами, квартирами и автомобилями. Многоженство в Чечне – явление обыденное. По законам шариата, мужчина может взять себе четырех жен. Одно условие – их нужно в равной степени содержать и в равной степени уделять им внимание. В шариате, что говорится, если у тебя две жены, ты должен одинаково относиться, одинаково одевать, одинаково строить дома, одинаково покупать шубы, одинаково покупать машины. Все одинаково. Но быть многоженцем запрещено по законам РФ. Я мусульманин. После религии я подчиняюсь законам. Я лучше достойно умру, чем менять свои взгляды на религии. Поэтому мои дети, мои жены, жена, моя мать, они приняли такое решение, что они будут носить платки. Кадырову законы не писаны, поэтому живут его жены как царевны. Каждой нужен отдельный дом. Один не хуже другого. Даже официальная жена Кадырова Медни как-то заявила, если супруг захочет еще раз жениться, она будет не против. В религии нашим мужчинам, мусульманинам, можно жениться еще три раза. Если он захочет, если он решится, то я согласна. Кадыров не обделяет деньгами жен. На бумаге. У них роскошные дворцы и миллиардное состояние. Как и Медни, вторая жена обеспечена роскошным имуществом. Мы же люди, мы в итоге умеем любить, ценить, дарить любовь. Но это не значит, что мы должны показывать всему миру. Вот только собственность первой официальной супруги скрыта за вымышленной личностью, чтобы не попадать в декларацию о доходах госслужащих. А вот вторая жена неофициальна, то есть скрывать не обязательно, но лучше перестраховаться, когда узнают правду. Когда государство скрывает информацию об имуществе высокопоставленных чиновников и их родственников, случается вот такое. Имя Фатимы Хазуева было заменено на Российскую Федерацию. Выписки Росреестр о владельце дворца. Этот дворец строился практически одновременно с Кадыровской резиденцией. Еще одного столь роскошного особняка в Грозном, наверное, не найти. Участок площадью более 9 тысяч квадратных метров, размером с два футбольных поля. На территории есть даже открытый бассейн, единственный в городе. Более элитного места в республике не найти. Чеченская рублевка в народе называется Кишинев. Здесь почти все улицы носят имена членов семьи кунта Хаджи Кишиева, суфийского шейха 19 века, которого почитает Кадыров. В Кишиневе живут приближенные главы Чечни. Простому смертному сюда не попасть. Рядом с дворцом мечеть, которую нарекли именем скончавшегося в 2019 году грозненца Шайхи Хазуева. Хазуев был отцом Фатимы Хазуевой. А вот в начале 21 года мать Фатимы, Сацита Хазуева, стала владельцем реабилитационного центра, построенного за счет фонда имени Ахмата Кадырова. А брат Фатимы, Асламбек Хазуев, после начала отношений сестры с Рамзаном, начал богатеть. В один момент пересел с ладой десятки на Порш Каен. И сейчас вовсе занимает пост за министра финансов республики. Помимо этого, на вторую жену Кадырова зарегистрирована недвижимость в Москве, которую она впервые получила в 19 лет. Квартиры на сотни квадратных метров и парковочные места. Общая стоимость недвижимости, записанной на всех жен Кадырова, составляет почти 800 миллионов рублей. Вряд ли Хазуева могла самостоятельно заработать на все это. Ведь всего несколько лет она числилась сотрудницей администрации главы Чечни с зарплатой менее 100 тысяч рублей в месяц. Кстати, первая жена Кадырова Медни тоже трудоустроена в администрации своего мужа и тоже получает там зарплату. Женщина должна работать. Мы запрещаем женщинам работать, развиваться, учиться. Все тайное становится явным. Пока чеченский народ живет в тоталитаризме и берутся за любую работу ради нормальной жизни, любимые Кадырова живут как царевны. А их семьи, продав все имущество, могут обеспечивать каждого чеченца на протяжении десятков лет. Как мы не проявляем никто, любовь. Просто мы не по какому звуку это делаем, а чисто. Любить для себя ты любишь, знаешь, не для народа, не для публики. И если ты там будешь, народный будешь целовать, это не значит, что ты его любишь. Редактор субтитров А.Семкин